В Схинвале произошло покушение на министра внутренних дел Игоря Нанева. Возбуждено уголовное дело. Новая жизнь, комфортные условия проживания. Первые новоселы в Знаурском районе о жизни до и после. В здоровом теле бодрый дух. Юные боксеры находятся на сборах в Знаурском районе. Новосибирск. Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту покушения на главу силового ведомства. Инцидент произошел вчера вечером. Неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Игоря Нанева. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов. Был объявлен план «Перехват». Сейчас все обстоятельства дела изучаются. Устанавливаются подробности произошедшего события. Репортаж Оксаны Джиоевой. По данным следствия, инцидент произошел вечером 17 августа примерно в 22.30 в районе улицы 8 июля близ микрорайона Московский. Предположительно, служебный автомобиль министра был обстрелян со стороны заброшенного дома. В момент покушения глава Министерства внутренних дел Игорь Нанев находился в машине. Он не пострадал. Инцидент произошел в промежутке с 22 часов по 22.30 минут 17 августа 2020 года. Служебный автомобиль министра был обстрелян по улице 8 июля, ближе к микрорайону Московский. На месте преступления были обнаружены и изъяты гильзы, предположительно от пистолета Макарова. По факту покушения на главу МВД Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса Российской Федерации по посягательству на жизнь государственного деятеля. И статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное приобретение, хранение, передача, сбых, оружие и боеприпасов. С места происшествия изъяты две стреляные гильзы и пуля. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Оксана Джоева, Аида Кочева, Зарина Таттаева, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня. В благотворительный фонд президента Анатолия Бибилова ежедневно поступают заявления с просьбой об оказании финансовой помощи. Среди тех, кому была оказана незамедлительная поддержка семья ТДовых. Из фонда президента им выделили денежные средства как для улучшения жилищных условий, так и для прохождения лечения за пределами республики их 12-летней девочки. Репортаж Розы Тедеевой. Из благотворительного фонда президента Анатолия Бибилова была оказана помощь огромному количеству людей. В фонд продолжают поступать заявления от граждан по самым разным проблемным вопросам. Обратиться за помощью главе государства решила и семья ТДовых. Уже два года семья Урузмага ТДева живет в новом доме в ЦАУ. Они выходцы из села Корсев. Их дом там разрушился еще в начале 90-х. Долгое время семья не имела собственной жилплощади. Пока они ютились у родственников, потом на семных квартирах. В 2016 году главой семейства было принято решение построить дом. Конечно же, собственных накоплений не хватило, чтобы довести строительство до конца. Хотя семье помогали все, родственники и соседи, в работах была задействована техника жилищно-коммунального хозяйства Дзавского района. Оставались внутренние отделочные работы. Урузмаг ТДФ обратился за материальной помощью в фонд президента республики. Уважаемые средства из президентского фонда хватило на то, чтобы завершить ремонтные работы. ТДФ обустроили свой дом, в котором, по словам хозяйки, есть все условия для комфортного проживания. Особую благодарность еще хочу выразить всем, кто нам помогал в строительстве нашего дома. И Анатолию Ильичу, последний раз, когда мы к нему обратились, он нам выделил деньги, чтобы мы достроили свой дом. И я теперь очень сильно довольна, что у нас есть дом, есть все возможности в этом доме проживать. Не остались без внимания ТДФ и в вопросе лечения своего ребенка. 12-летняя Альбина страдает сахарным диабетом, на фоне которого у девочки осложнения с почками. В год два раза родители возят Альбину на лечение и реабилитацию в Москву. Часть расходов оплачивает государство. Нам каждые полгода надо ездить в Москву на лечение, и нам приходится очень тяжело. И поэтому они во время обращения к ним, они всегда помогают, никогда не отказывают. Благотворительный фонд президента за годы деятельности оказал помощь на сумму свыше 74 миллионов рублей. Финансовая помощь была оказана по самым различным вопросам. Глава государства не раз заявлял, что первоочередными являются вопросы касаемо здоровья детей. Учитывая то, что в эту сумму не входят денежные средства, выделяемые на строительство домов и восстановление кровель. Тем временем восстановлено полностью и частично 130 домов и квартир и более 130 крыш частных домовладений. Роза Тедеева, Агунда Губозова, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в Южной Сети произошло землетрясение. По информации МЧС, подземные толчки магнитудой 3,7 по шкале Рехтера ощутили жители Цхинвала. Эпицентр землетрясения был зафиксирован непосредственно на территории нашей республики в Дзавском районе. Пострадавших и разрушений нет. К другим темам. В рамках инвестпрограммы в Знаурском районе в этом году был построен многоквартирный дом. Специальной комиссией были отобраны наиболее нуждающиеся семьи. Многие из них вовсе не имели своего жилья, а некоторые жили в полуразрушенных домах. В их числе семьи Кольевых и Келихсаевых. Спустя долгие годы они наконец получили свои собственные квартиры и уже заселились. Наш корреспондент Алена Уттаева пообщалась со счастливыми обладателями нового жилья. Новая жизнь в новых комфортных условиях. Многие из тех семей, которые получили жилплощадь, в 18-квартирном доме в Знаурском районе уже заселились. Семя Кольевых проживало в селе Белокаменск. Дом с годами обветшал. К тому же он находился рядом с лесом. А от автобусной остановки до дома приходилось идти пешком еще около получаса. Конечно, для людей преклонного возраста было тяжело. С 1992 года до того, как мне выдали ключи от новой квартиры, проживали в селе. Хочу выразить президенту, руководству республики и нашего района благодарность. У нас есть абсолютно все условия. Холодная и горячая вода, отремонтированная квартира. Мы завезли только вещи. Дай Бог всем здоровья, всем, кто посодействовал, чтобы моя семья получила жилье. В течение 18 лет семья Кольевых не имела своего угла. Они были вынуждены все эти годы скитаться под чужим квартирам. В семи трое детей и все рады новым условиям проживания. Зайнап Келихсаева отметила, что главное у них теперь есть свой дом. А мебель они будут покупать потихоньку. Для начала приобрели кухонный гарнитур. Во время съемок Келихсаевым как раз пожаловали гости. В таких комфортных условиях одно удовольствие принимать гостей, говорит хозяйка. Как только нам выдали квартиру, мы сразу же переехали, так как платить за квартиру уже не было сил. Сейчас у нас есть свой угол, до сих пор не верится. У детей есть свое пространство. В тесноте, да не в обиде, уже не про нас. Как только до конца обустроим квартиру, устроим новоселье. Вопросы жилья в Наушском районе остаются на повестке. И проблемы жителей, связанные с улучшением жилищных условий, будут поэтапно решаться. Строительство продолжается. А это значит, что скоро героями наших сюжетов станут другие счастливые новоселы. Алена Утаева, Заурустаев, Заримар Сойва. Информационный выпуск сегодня. В Южной Сети нет новых случаев заражения коронавирусом. Все проведенные накануне 76 тестов показали отрицательный результат. 61 человек, выписанные под наблюдением, находятся 130 человек. В Северной Сети продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтверждены у 12 человек, накануне у 10 человек. Всего на сегодняшний день в республике 4712 больных, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. К другим темам. Ко дню признания независимости Южной Осетии и Российской Федерации в республике пройдут торжественные мероприятия. В рамках сопланированных мероприятий состоится торжественное собрание с участием общественности. Откроется выставка, а также пройдут автопробег и концерты. Эстела Бязрова подробнее. На следующей неделе Южная Осетия отметит 12-ю годовщину признания независимости Российской Федерации. В эту важную для всего югостинского народа дату в республике пройдет ряд торжественных мероприятий. 25 августа в час дня в киноконцертном зале Чермен откроется выставка работ художника в Южной Осетии и народного умельца Ивана Газаева под названием «Моей родине». По словам министра культуры Жанны Засеевой, выставленные картины будут нести отголосок той радости и любви, которые царили 26 августа в республике. Вы увидите пейзажи, вы увидите знакомые лица, вы просто, может быть, постоите у маленького храма, который даст вам еще раз какой-то импульс на дальнейшую нашу с вами счастливую жизнь. После выставки в киноконцертном зале Чермен состоится торжественное собрание с участием представителей общественности республики. Кроме того, впервые на Старом мосту в селе Куфта пройдет большой праздник песни. Управление культуры Джавского района и Управление культуры города Ацхинвал проводят совместное мероприятие, совместный большой концерт на Старом мосту Куфта. На мосту состоится концерт песни «Рожденные свободой». Это песни, написанные за последние 10-12 лет. Это песни, которые исполняются нашими певцами, нашими артистами. Я думаю, что все, кто будет в это время в дороге или, может быть, будет там, непременно придите. Уже 26 августа в 11 часов стартует автопробег «Дорогой свободы». Со всех районов республики в одно и то же время выйдут колонны автомобилей и встретятся на центральной площади столицы. И здесь вместе, может быть, еще раз друг друга поздравив, таким светлым днем отправятся к государственному флагу, который высится наверху над городом, и туда они придут. Там, может быть, еще раз каждый в душе своей скажет, что он будет верен этому флагу, этому городу и этому народу. Завершатся мероприятия большим праздничным концертом с участием звезд Остинской эстрады и красочным фейерверком. Стелла Бязарова, Азамат Кудзеев, Зарима Ашсоева. Информационный выпуск сегодня. Под руководством главы администрации города Цхимвала Лана Кочиева сегодня состоялось еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений. В рамках совещания Кочиев представил коллективу нового заместителя главы администрации Жанну Лулаеву. На прошлой неделе кабинет министров одобрил ее кандидатуру на эту должность, и уже сегодня она приступила к исполнению своих обязанностей. Я не подниму больше. Я рада, что я в вашем коллективе среди вас. Дальше тоже будем работать. Я думаю, не подниму. Я лучше постараюсь. Жанна Лулаева занимала должность начальника управления образования администрации города. Также она является заслуженным учителем Южной Осетии и награждена почетной грамотой Министерства образования и науки. К другим темам. В Цхинвале впервые пройдет фестиваль красок Арверон, аналог индийского праздника Холли. Мероприятие планируют провести на центральной площади столицы уже на следующей неделе. Принять участие смогут все желающие. Краски, которые необходимы для проведения праздника, уже закуплены. Они безопасны и легко отстирываются с одежды. Планируется организовать цветной паровоз на всю театральную площадь столицы. Ориентировочно во вторник, 25-го числа августа, на центральной площади, вот там, где стоит большая сцена, будем проводить тот самый фестиваль Арверон, который аналог индийского праздника Холли. Я надеюсь, что на этой неделе все-таки краски до нас дойдут сюда, в Цхинвал, они уже в Северной Осетии. И мне очень приятно будет, если многие жители нашего города придут на этот красивый фестиваль красок. Фестиваль будет состоять из трех частей. Непосредственно сам фестиваль. Потом будет концерт, где примут участие молодые исполнители нашей республики. И третья часть – это будет дискотека для молодежи. Далее в программе новости спорта. Ближе к природе. Юные боксеры республики проходят общую физическую подготовку в Знаурском районе, целью которой является повышение уровня мастерства спортсменов. Благодаря усиленным тренировкам оттачивается мастерство техники будущих чемпионов. Тренировочные сборы продлятся до 20 августа. Обо всем подробнее Алена Уттаева. Впервые в Знаурском районе проходят учебно-тренировочные сборы по боксу. Более 20 юных спортсменов пройдут общую физическую подготовку. Юные боксеры тренируются как в зале, так и на природе. Требования для всех одинаковые. Учитывая технические и физические качества спортсмена, под него подбирается схема тренировок. Но общая программа обязательно. Ежедневно по несколько часов, чтобы повысить уровень мастерства, ребята занимаются силовыми тренировками. Утро ребят начинается с разминки. В программу входит пробежка до 7 километров. Тренировки с камнями. Отрабатывают удары. Особое внимание уделяется технике боксеров. Мы довольны тем, как проходят тренировки. Думаю, что чаще будем организовывать сборы. Все силовые тренировки проходят хорошо. В сборах участвуют спортсмены из других районов республики. Каждый день со спортсменами работают два тренера. Главное внимание уделяется общей физической подготовке. Юные спортсмены, несмотря на усиленные тренировки, с удовольствием принимают участие в сборах. Говорят, что каждый человек должен заниматься спортом, так как именно спорт делает человека сильным. Родион Джуэв боксом занимается всего несколько месяцев. Он победитель первенства мира по армрестлингу. Но недавно решил заняться и этим видом спорта. Я уже седьмой день на сборах. Мне нравится, как с нами работают наши тренеры. Если что-то не понимаю, интересуюсь у ребят. И они мне подсказывают. Я им тоже помогаю. Это хороший опыт. На сборы были отобраны лучшие спортсмены страны. Тренировочные сборы продлятся до 20 августа. Алена Утеба, Заур Устаев, Заримар Сойва. Информационный выпуск сегодня. Сегодня свой 50-летний юбилей отмечает старший тренер, начальник команды и генеральный менеджер сборной России по греко-римской борьбе Вадим Кумаритов. За плодотворную работу наш соотечественник, заслуженный тренер России, был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Первые шаги в спорте начинал в своей родной Южной Осетии. Тренировался под руководством заслуженного тренера России Руфина Джиоева. Вадим Кумаритов ко мне пришел тренироваться, когда он был еще в четвертом классе. Он был очень талантливым и видно было, что у него хорошее будущее. Уделял ему большое внимание, всегда был рядом с ним и поддерживал во всех вопросах. И сегодня из него получился достойный человек. И сейчас в сборной России тренируются остинские борцы, и он им сильно помогает. Сегодня он отмечает свой юбилей. И в первую очередь желаю ему здоровья, благополучия в семье и чтобы достиг еще больших успехов на благо Осетии и России. Ко дню признания независимости Южной Осетии в поселке Ленингор начался турнир по футболу. В соревнованиях принимают участие шесть команд. Как сообщает начальник отдела спорта администрации Ленингорского района Казимир Бестаев, команды поделены на две подгруппы. По регламенту соревнований команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выйдут в финал. А в матче за бронзовые награды встретятся команды, которые станут вторыми в группах. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова